В гипермаркете Сельгроз недорогие качественные продукты, поэтому именно здесь мы их приобретаем для своей программы Вот, кукуруза, недорого, 39 рублей Дорогие друзья, для нашей программы мы покупаем продукты в огромном гипермаркете Сельгроз Побывав здесь, мы для себя сразу уяснили большие преимущества, которые отличают этот огромный гипермаркет от многих других Во-первых, здесь просторно, здесь уютно, здесь все просто, доступно И самое главное, здесь есть свое производство, свое производство мясных деликатесов Кстати, вот они находятся справа от меня, а чуть дальше, если посмотреть, там находится цех, где, собственно, вывешена для вас, чтобы посмотреть собственными глазами свинина, баранина, говядина И эти деликатесы, кстати, каждую неделю участвуют в акции, которая называется дегустация, правильно? Дегустировать каждый пришедший сюда может просто продегустировать, посмотреть, поесть, попробовать Насколько мне не изменяет память тот человек, который дегустировал, пробовал эту вкусность Кстати, я этим сейчас займусь, он в любом случае приобретает этот продукт Вот и первые гости, которые готовы продегустировать, наверняка задам сразу вопрос Как часто вы бываете в зельгроссе? Каждый день Каждый день вы здесь бываете? Это очень приятно Про дегустацию знаете? Да Ну тогда я не буду вас отрывать, пожалуйста, пробуйте Хотелось бы, конечно, узнать о ваших впечатлениях Ну вот я смотрю, колбаса классическая, зельгросс и ветчина Да, у вас колбаса классическая, что у вас, как она на вкус? Отличная Как в советские времена Мяско чувствуется Ну, как хочу сказать, что ничего, никаких добавок нет Сколько килограмм вы сейчас купите этой колбасы? Килограмм Один килограмм, этого мало Один килограмм на одного, это хорошо Вот вдвоем, два килограмма Да, я предлагаю прямо сейчас отправляться и покупать Спасибо вам большое Дегустируем идеальный продукт Я уже убедился в том, что он идеальный Но еще хочу убедиться, спросив у вас Давайте попробуем Давайте попробуем Поймем, вкусно это или нет И расскажем о своих впечатлениях Вот это очень вкусно и натурально Вот это натурально Вот это, да А вы пробовали другой, по-моему Да, говядина Говядина вкусно натурально Да Берем? Да Берем И заметьте, еще пока никто не отказался Всегда берем Спасибо Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Моя подруга Лету хотела похудеть на 5 кг, осталась еще сеть. В эфире программа «Любимый дом», с которой легко готовить и очень вкусно жить. И сегодня в гостях у нас руководитель юридической фирмы «Центр правовой помощи» Елена Владимировна Сухович. Встречайте! Здравствуйте, Елена Владимировна. Вы знаете, я всегда говорю, что я люблю людей, которые улыбаются. Вы улыбаетесь, это приятно, хотя для юристов это не свойственно. Но сейчас разберемся. Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, что будем готовить? Давайте с этого начнем. Так, ну сегодня мы будем готовить салат, очень сытный и вкусный, называется «Сказка». Ага, так, отправимся в «Сказку», так дальше. Да, и на десерт у нас будут сырники. Сырники в «Сказке», или сначала в «Сказку», а потом в «Сказке», и мы уже разберемся. Приступим готовить. Мне нужно что-то вам помогать каким-то образом. Конечно. Давайте, что нужно делать, я уже… Я сейчас нарежу шампиньоны, а вы их будете жарить после тебя. Да вы что? Да. Вы это правильно разложили обязанности? Ну хорошо, ладно, я буду жарить шампиньоны. Можете помешивать, скажем так. Я приготовлю сковородку, вы пока нарезаете, да, шампиньоны? Да. Для салата у нас уже есть грудка куриная, шампиньоны мы сейчас пожарим, есть уже отваренные яйца у нас, и еще нам нужно будет сыр натереть на терке. Я за сковородкой. Все правильно. Я сковородку уже принес, моя задача закончена, жду шампиньоны, да? Да. А сильную надо разогревать? Нет, не обязательно. Не обязательно, хорошо, я займусь пока маслом. Елена, как ловко я перескочил с имя-отчества на имя, да? Масло нужно нам? Нужно, да. Обязательно. Масло нам нужно, уже все готово. Вопрос такой, юридическая фирма помощь правовую оказывает. Вот какие клиенты к вам обращаются, какие гости? Вашей юридической фирмы? Ну, клиенты у нас самые разные, начиная от обычных рабочих, заводов, служащих, и кончая руководителей различных предпринимателей, среднего и крупного бизнеса. Вот, совершенно разные клиенты обращаются, но мы стараемся помочь всем. А где вы находимся? Мы находимся в центральном районе, рядом с кинотеатром Родина. Какие услуги оказываете? Ой, оказываем много разных услуг. Вообще, у нас универсальная фирма, начиная с гражданско-правовых и вплоть до уголовных. Вплоть до уголовных? Да. Это просто… А, ну, то есть, абсолютно весь спектр услуг, которые вы оказываете? Да. Абсолютно. А сколько у вас в штате людей? Как давно вы работаете? Работаем мы уже 7 лет. Кстати, у нас 10 специалистов. Вот, все различного профиля. То есть, специалисты по какому-то, по-моему, один в уголовном праве специалист, другой в административном. Вот, и так далее. Фишка наша заключается в чем? В отличие от других юридических компаний. У нас есть своя фишка. Да, вы что? Да. Наша фишка… Наша фишка в том, что вы помогаете людям. Да. В отличие от остальных. Да, да, да. Нет. У нас фишка в другом. Фишка в том, что мы ищем такие услуги, которые будут востребованы большинством населения. Так. Например, это услуги по возврату страховок по кредитам. Ух ты. То есть, за кредитом, мне считается, в современном мире очень много людей пользуются кредитами. Угу. Вот. И… Ну, я бы сказал, все люди наверняка, да. Почти. Да. И многие сталкиваются, заемщики банков, часто очень сталкиваются с различными незаконными комиссиями, списаниями, страховками, которые им приходится платить по кредитам. Так. Вот. И мы в этой области, как по специалистам, можем оказать им помощь. Консультация у нас бесплатная. Знаете, Елена, я, наверное, не смогу пожарить грибы. Почему? Потому что я не знаю, как включить эту духовку. Я с ней уже давно дружу. Давно я с этой духовкой дружу, но не получается. Вот. Как вы это сделали? Легко. Все, все, я дальше умею, я дальше умею. Все, спасибо. Все, дальше я умею. Спасибо большое. Вот, вы действительно помогаете людям, это очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а как это все происходит? Ну, вот, у меня человек, у которого есть кредиты, я признаюсь, поэтому я купил себе недавно сотовый телефон. Кредит? Да, в ипотеку. Я опять выключил, по-моему. Да, надо просто дольше держать. Ага. Так, проконтролируйте, пожалуйста. Значит, мы идем нам оттуда идти. Значит, мы дошли. Угу. Все, плюс жмем. Угу. Все? Да. Супер. Вот, а как человек, у которого есть кредит, что такое страховка? То есть банк навязывает страховку по кредиту, да, или как? Да. Как это обычно бывает? Страхование жизни, здоровья, там, квартир, собак, машин, все, что есть, можно достраховать. Так, и все это можно вернуть, правильно? Конечно, да, если человек не хочет, а без страховки ему кредит не дают, ну, часто так говорят банки, мы вам не дадим кредит без страховки. А, то есть, пожалуйста, быстро, обязательно застрахуйся, да? Да, добровольно обязательно. Нет, ему говорят, а по идее это не обязательно, да? Это не обязательно, совершенно не обязательно, страхование у нас только законно. Ну, эта процедура долго времени занимает? Когда как, иногда 10 дней, а иногда 3 месяца. Если банк, да, не хочет добровольно возвращать деньги, ну, тогда приходится судиться, и тогда это занимает месяц и 3. И, совершенно справедливо, они там быстро за 5 лет вот этих страховок, которые ты там, да, оплатил и все эти деньги он возвращает, и даже больше, наверное, нет? Да. И даже больше. Совершенно верно. Какой адрес наполните? Невская 13, офис 701, 706. 701, 706, да? Это здорово. Так, ладно, ну, хорошо. Значит, вернул я, я сейчас, давайте на своем примере, вернул я деньги за страховку, потратил их собственноручно. А что у меня еще может случиться в жизни такого? Ну, например, например, мне хочется государству мне 13% выплачивать. Или не было таких случаев странных? Налоговый вычет, я имею в виду. Да, да. Ну, тоже можем заняться налоговыми спорами по налоговому вычету. Да, да, спорами налоговыми. То есть, абсолютно всем. Налоговый вычет, да, за образование, за жилье. За образование даже? Да. Даже за здравоохранение. Елена, мало масла? Я не специю там делаю. Очень мало. Шампиньоны, они впитывают очень много масла. Я уже понял, потому что я налил очень много масла, оно куда-то подевалось. Ладно, значит, все. А, за жилье вычил я, значит, получил деньги дальше. Вот еще у нас есть одна тоже очень интересная услуга, которая также очень распространенная, мы считаем. Это для автолюбителей. Для автолюбителей? Кто страхует свои автомобили, допустим, ему положена личная скидка за безаварийную езду. Так, есть такое. Проездили вы несколько лет без аварии. Вот, я такой молодец. Вам должны полис продавать дешевле, ОСАГО. А они не продают? Они не продают. То же самое, мы занимаемся восстановлением личного КБМ. КБМ – это курс молодого бойца. Почти. Ну, почти. КБМ – это что такое? Пока восстановишь, вы его пройдете. А, ну, а с вашей помощью в армии служить не обязательно, да? Конечно. Хорошо, ладно, значит, мне сделали скидку, да, то есть я молодец, потом уже… Какие они хитрые, да, пытаются всех обмануть, чтобы подороже, да, собственно, организовать. Угу. Молодцы. А сколько, сколько людей к вам обращается? Ой. Ну, в месяц обращается от 50 клиентов. А, от 50? Да. Это же замечательно, просто мало масла? По минимуму. Мало. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот… Кашу маслом не испортишь. Я вот уверен, что сейчас будет такой момент, когда вы скажете «много». АПЛОДИСМЕНТЫ откуда вообще у вас этот рецепт появился? Ой, никуда. Да, можно сюда, можно туда, можно сюда. Ну, а рецептом со мной определилась моя мама, потому что салат, на самом деле, очень быстро готовится, он просто в изготовлении, и он очень сытный. Так. Он выкладывается слоями у нас. Сейчас мы жарим шампиньоны. Вы жарите шампиньоны. А я пока приступлю к нарезке куриной грудки, которую предварительно надо было отварить. Мы это сделали? Да, мы это сделали, мы отварили. Ну, не прям мы. Скажем, прямо, да. Специально обычные люди отварили грудку, да, теперь мы будем ее нарезать. Я жарю шампиньоны, этот салат, а название? Сказка. Сказка, да. Мы же в сказку отправились, напомним всем телезрителям, что мы отправили сказку. Кстати, все продукты, включая шампиньоны, грудки, что у нас там еще? Зелень есть, яйца, масло, горлинка и все остальное. Сыр мы все приобрели в гипермаркете, в огромном гипермаркете зельгроз. Потому что, да, вы знаете его, и все его знают. Очень удобный, очень удобный. Вот, меня всегда радует, вот, когда ты привыкаешь к одному, ну, большому, да, гипермаркете. Ты знаешь, где что находится, прошел там и все остальное. В другой заходишь и теряешься. Теряешься, да. Я лично, честно скажу, признаюсь, я был в гипермаркете, и я не потерялся, и мне это очень понравилось. Потому что я как будто себе домой зашел, я как-то все прошел и сразу понял, где что находится, как это находится. И все очень удобно. Но самое главное, очень-очень важно, для меня это было открытие. Мы попали на дегустацию, сразу зашли, попали на дегустацию, дегустация. Ну, как обычно, дегустация проходит, просто дегустируют какие-то там мясные деликатесы. Они проводят дегустацию мясных деликатесов собственного производства, сами. Они сами производят? Я попробовал, мне очень понравилось, честно, там много разных позиций. Ну, там, чтоб по басу, да? Да, 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 много. Ветчина, колбаса, вареная, там разные, там очень много позиций, мне очень понравилось. Я по вкусу, ну, понятно, да, есть усилители, вкус и все остальное. Я решил подойти, узнать у директора рецепт, как они это делают. Он сказал, ну, дело в том, что наши колбасы содержат мясо. И все, да? Я тебе уже сказала. Да, ответ мне порадовал. И он мне рассказал, что они, собственно, используют стопроцентное мясо в колбасе. И мне... Вот сейчас мало? Много? Сейчас нормально. Вот! Я научился жарить грибы. И это хорошо. Так что все взяли гроз, приобретаем, дегустируем. Ну, это очень известный гипермаркет, эта сеть огромная по всей России, да. И, по-моему, даже не только по России. Поэтому, да, вот туда отправляться можно и смело покупать и грибы, и масло, и курицу, да. А вот. К салатам, собственно, мы практически разбираемся, да, у нас курица нарезается. А эти были какие-то случаи интересные в вашей практике? Ммм, вот так у нас... Смотря, что вы называете интересными, да? Случай много интересных. Да. И, ну, я так понимаю, вот юристы... Знаете, вот чем мне нравится профессия юриста? Кому-то нравится, кому-то нет. Объясню. Дело в том, что юрист – это такой человек, который, если он осознанно, ну, решил, что он станет юристом, будет всю жизнь помогать людям, как в вашем случае, то он автоматически подписывает сразу себе, подписывает себе то, что он всю жизнь будет учиться развиваться. Да, правильно. Потому что законы меняются, и ты должен следить за ними просто, да, постоянно понимать. То есть ты, получается, всю жизнь, когда будешь заниматься юридической помощью, ты будешь учиться, учиться, еще раз учиться. И это очень похвально. Вот я вам могу для статистики сказать. Допустим, в 2014 году в бюджетный кодекс РФ было внесено за год 66 поправок. За год. За год, да. Это уже… 66 изменений. 66 изменений. Вот их, ну, как отследить? Ну… Это даже профессионалам сложно сделать. Что уж говорить об обычных людях. Ну, конечно, вот одно изменение раз, и уже по-другому, да, нужно искать там какие-то, назовем это, лазейки. Да, да, и так тоже. Как защитить своего клиента. У вас успешно получается, я очень рад. Кстати, до того, как мы с вами здесь познакомились, и честно, я слушал о вашем правом центре, да. Да, хорошо. Это правда, это правда, люди говорят, это очень хорошо, это здорово. Но большинство клиентов приходят по рекомендации. Ну, а это… Приходят по рекламе. Это… Сарафанное радио – это самое лучшее, что может быть. Да. Ну, то есть, помогли одному человеку, он говорит, слушай, Николай, мне тут вернули все вот эти незаконные страховки, да? Да, да, да. И все, отправляется к вам, и вы, собственно, этим делом занимаетесь, и людям становится приятно. Так, курица готова, не готова, не готова. Грибы готовы, не готовы? Почти не готовы. Не готовы. Не готовы. Не готовы. Я сначала спрашивал на напряжении долгого времени, мало ли масла или много его. Теперь я буду спрашивать, готовы грибы или нет. Я просто сегодня буду часто спрашивать. Да, и, кстати, вы, как вы коренной житель Волгограда? Да. Коренной. Знакомо ли вам масло горчичное горлинка или горчица или, например, порошок? Конечно, пользуюсь. Пользуетесь, да? Да. Но вкусное, скажите честно. Конечно. Классное. Просто нереально вкусное и полезное. Самое главное, самое главное полезное. И, что очень приятно, они очень известны на рынке российском и за ее пределами. Вот. И это похвально. Похвально за наших волгоградских производителей. Это классно. Поэтому, если вы хотите, чтобы вкус лета оставался и зимой, и летом, и круглый год за вашим столом, конечно же, покупайте продукцию торговой марки горлинка. Со вкусом, по-честному, действительно по-нашему. Волгоградский, да. Так, что дальше делаем? Курицу мы нарезали, мне вернули, значит, уже проценты за страхование. Грибы почти пожарили, да? Что мы дальше? Яйца. Нарезаем яйца, да. Вот правовая помощь. Но она бывает, ну, там, гражданская. Бывает, люди приходят и говорят, так, вот раз ты, я хочу... Бывают люди приходят и просто посудиться хотят. И мне важно, с кем, зачем, выиграют, не выиграют, они просто хотят посудиться. Вы же говорите, здрасте. Да. Ирина Владимировна. Они готовы заплатить деньги. Ирина Владимировна, что-то я не судил за 5 дней уже. Да. Можно нам? А вы говорите, так, кто-нибудь что-нибудь вам делал сегодня или вчера, да, или как это? Нет, хорошо, мне уже интересно, если он хочет просто посудиться, что он говорит, я хочу посудиться, и что... Нет, ну, допустим, он не прав в какой-то ситуации, мы ему говорим, вы не правы. Ну, лучше не суйся, да, да. И, как бы, мы не выиграем в суд. Ну, вы по-честному, то есть, вы не берете деньги, давай деньги, а там заведомо знаешь, что, да, по-честному говорите, У нас даже есть некоторые услуги, которые бесплатно наказаны, как бы, в долг нам клиент. Потом по результату, в случае нашего выигрыша, нам оплатят. Это... Это классно. Это классно. Ну, и вы говорите, я, значит, это... Нет, здесь делают про выигрыш. Он говорит, нет, мне все равно я хочу посудиться. Так. И что, вы судитесь, да? Конечно. Он проигрывает. И он проигрывает, значит, ему присудили, что он должен 20 миллионов рублей. Он говорит, я доволен. Да. Да. Зато он удовлетворил свои амбиции. А, это хорошо. Ну, это такие люди, которые хотят, вот, нравится им, да, Ну, хочется. Желание клиента – закон. Конечно, конечно. А вот разводы, например, это... Да, разводы тоже берем. Я не знаю, почему я интересуюсь. Тоже берете разводы. Вы не женаты? Да. Я женат, да. Я женат, поэтому я не знаю, почему я интересуюсь. Да. Да. Разводы. Приходит человек, да, мужчина. Вот, давайте, например, мужчина. Он говорит, все, она не задолбала, хочу. Что я хочу? Я хочу, чтобы вы меня все отняли, да? Хорошо. Кстати, в последнее время очень много мужчин обращаются, которые хотят детей после развода оставить с собой. А-а-а. Да. Определить место жительства ребенка не с матерью, а с отцом. С отцом. Ну, это очень трудоемкий такой процесс, мне кажется, да? Ну, почему? Если на то есть основания, допустим, что там у матери нет дохода, или она какой-то ведет аморальный образ жизни. Ну, это, да, это, кстати, часто, да, раньше такого не было? Нет, да. Как-то мужчины, да. Мужчина говорит, ну, ладно, ладно, что пусть живет. С мамой, да. С мамой, да, мама забрала и ладно. Мама забрала и ладно. Ну, а сейчас, ну-ка, мама. Нет, да. Вот, конечно, такие тяжелые ситуации, а если там двое детей, они их делят, там один одному, другой другому, это как-то вот… Бывает, по привязанности детей нужно смотреть. По привязанности? Бывает, один ребенок привязан к матери, а другой привязан к отцу. Ну, вот я все равно не могу понять. Ну, как же, как же, как же, как же определить там ребенка, которому возраст там пять или шесть лет, как привязанность? А вдруг он через два года поймет, что он… Ну, для этого назначаются экспертизы и… Психологи работают. Да, да, конечно, они определяют, кому из-за родителей привязан ребенок. Да. Давайте не будем об этом. Давайте приедем. Грибы готовы? Еще чуть-чуть. Кстати, вопрос такой, перед рекламой, да, перед рекламой я вам задам один вопрос, очень простой. Вот, давайте представим ситуацию. Едете в машине, ну, из другого города, в Волгоград, допустим, и нечаянно, ну, обычно принимают пищу за рулем, там, или во время езды, нечаянно потеряли котлету. В машине? Да, в машине. Вот какой, и не можете найти, вот какой есть хитрый способ, чтобы эту котлету вы достали? Ну, быстро, очень нашли. Я не знаю. Вы не знаете, а мы знаем. И расскажем вам о нем после рекламы. Чтобы найти котлету, потерянную в автомобиле очень быстро и эффективно. Может, знаете, что сделать? Запустить туда собаку. Через 2 секунды котлета будет найдена. Программу «Любимый дом» мы продолжаем вкусно готовить, легко жить вместе с этой программой. В гостях сегодня у нас Елена Владимировна Сухович. Можно просто Елена? Но это мне разрешили по два туда. Вот. Она руководитель юридической компании «Центр правовой помощи». Да. Она будет сегодня готовить. Уже практически, кстати, одно блюдо готово. Два блюда. Первый салат, который называется «Сказка» и сырники. Просто сырники. Просто сырники. Да. Елена, напомним, что мы сделали. Ладно, про грибы я расскажу. Грибы я обжарил. Все сделал отлично. Елена нарезала яйца. Куриное филе, да, которое уже заведомо мы сварили. И теперь мы это уже отправляем в тарелку, да? Нет, мы пока не будем это складывать. Да. Вы пока отставьте. Грибы готовы. Да, они готовы. Вы их оставьте, чтобы не остывали. Плиту выключаем. Пока выключаете, но ненадолго. Но ненадолго. Хорошо. Просто мы ее включали 20 минут, но... Ничего, включим. Теперь я вам поручу ответственное задание на теле. Сыр на терке. Так, есть. Готово. А я тем временем займусь приготовлением сырников. Ага, весь сыр? Нет, весь будет много. Половина где-то. Половина, половина. Хорошо. Так, для приготовления сырников нам понадобится творог, который, я так понимаю, тоже был куплен в зельгрофе. Естественно. Вы правильно все понимаете. А стол вот этот знаете, где был сделан? Где? Ха. Торговой марки «Любимый дом». Кстати, мы сейчас находимся в Диаманте на Бакинской. Если кто-то не знает, что здесь любимый дом, шалон мебельный находится, пожалуйста, можете прийти прямо сейчас и глянуть на нас. Да. Мы же не знаем, какое это время будет показывать. Пусть приходят. А вот, здесь очень большой ассортимент. Вы наверняка уже посмотрели, понаблюдали за этим. Я вам мешаю, да? Нет, ложку. А, ложку? Пожалуйста. Ложку есть, да. Понаблюдали, посмотрели. Хорошая мебель, большой ассортимент. И самое главное, что у них завод, который производит это, то есть ты можешь заказать любые размеры, абсолютно любые размеры. Качественная очень мебель. У меня, у меня дома, да, спальня. Реально спальня здесь. У меня детская. Детская, да? Даже больше, скажем, для фильма стоит офисную мебель, покупали в любимом доме. Да вы наша золотая. Правильно. Очень хорошая офисная мебель. Вот, офисная мебель. Большой выбор. Я доволен, честно, доволен. Ни матрас не прогнулся, вот давайте по-нормальному, по-русски скажем. Ни матрас не прогнулся, ничто не покорябалось, ничего не отлетело. Уже два года успешно я эксплуатирую и очень рад. И спасибо большое любимому дому за то, что, во-первых, студию нам такую построили, а во-вторых, они наши самые главные организаторы, партнеры и спонсоры этого проекта под названием «Любимый дом». АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так. Просто большое спасибо. Что-то подгорает. Ничего там. А, это рука горит. Не вы подгорите. Рука горит. Ничего страшного. Рука... Елена, хватит или... Хватит. Хватит. Я успешно уже со второй задачей справился. Первая были грибы, вторая... Вот, пожалуйста. Для сырников используем творог. Бьем туда. Ну, в зависимости от количества творога. Если это грамм 300-400-500, то это 2 яйца. Так. Если, соответственно, это в пределах килограмма, то это 4 яйца. А, тут... Это очень важно. Очень важно. Запоминайте. Конечно, да. Рецепт, конечно, мы покажем по телевизору еще. На экран выведем, но... Так. Соль и сахар мы добавляем по вкусу. У вас такой вкус. Вы любите не очень соленое, да? Так. И добавляем еще для... Ну, перемешиваем это, естественно, все. И для скрепления теста, чтобы они склеивались между собой творог хорошо. Так. Ну, это фокус какой-то, я думаю. Угу. Добавляем немножко манки. Манки. Да. Все. Творог, яйца, манка и никакой муки. Никаких больше ингредиентов не нужно. Настоящие сырники делаются только из творога. Понятно? Никакой муки. Я сейчас... Я сейчас к своей жене обращаюсь. Понятно? Никакой муки. Сыр, яйца, манка. Чуть-чуть соли. Никакой муки. Спасибо. Надеюсь, это не выдержит. Так. Перемешиваем, да, тщательно? Да. Перемешиваем. Немножечко манки. И, в принципе, можно пытаться включить плиту. Начинаем. Еще одна сковородка нужна, да? Да. Сковородка есть. Ладно, а по поводу того, что... Я, понятно, сейчас я думаю, включу. Вопрос у меня еще появился. Вот судебные процессы есть же такие очень долгие, да? Да. Очень долгие. Особенно, если уголовные. Масло что-то? Да, масло. Так же, да? Да. Много, мало? Горлинка будет очень кстати. Да. Потому что сырники на горчичном масле получаются много вкусней. Масло горлинка, масло, масло, масло горлинка, масло. Наша любимая масло горлинка. Сейчас мы отправляем на сковородку, да? Угу. По количеству, Лен, подскажешь мне сколько? Так, ну давайте. Чтоб где-то сантиметр был. Чтоб где-то сантиметр был? Да. Ух ты. Почему-то думал, что... Они же будут жариться. Ну, заметили же, что я вообще готовить не умею. Да. Так, хватит? Ну, после задачи научитесь. Хватит. Да. Спасибо, горлинки, за партнерство и за... Отличный, правда, качественный. Вот, судебные процессы. Вот какой самый, самый долгий судебный процесс? Самый. Вот, на вашей памяти. Ну, был у нас один гражданский процесс. Он шел у нас по ДТП, возмещению вреда от ДТП. Человек ушел два года. Два года, да? Да. То есть два года, но в конечном итоге все в порядке? Да, вернули клиенту деньги. Там было несколько экспертизий проведено. Он доволен? Да. Он доволен. Ну, хотя для гражданского процесса это, конечно, очень длительно, два года. Запах грибов я просто... На грибы могу применять все, что угодно. Так, вот их нужно аккуратненько, чтобы как-то без масла постараться выложить в миску. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Осталось найти человека, который это сделает. Нет, я думаю, у меня получится. Ну, например, вот эта штуковина обязательно... Такая ложка с дырочками, да? Я пока буду лепить сырники. То есть это делаются такие клапки приплюснутые и отправляются с дырочками. А вот как часто должен человек посещать ваш центр юридической помощи? Ну, мы же не медики. Это у медиков положено. У меня раз в полгода. Не, ну у вас как. Как возникнет какая-нибудь проблема, вопрос? Тем более... Нет, я имею в виду, вот он пришел, сказал, вот у меня такое-то дело. Ну, как это все происходит? У меня вот такое-то дело, помогите мне. Вы, значит, занимаетесь и уже ведете этого, да? Да, да. То есть вы говорите, здравствуйте, вам необходимо быть такого и такого человека. Нет, ему не обязательно для этого. Он может сделать доверенность на представление его интересов в суде. А, и все, и до свидания. Да, да. Да это просто замечательно. То есть он доверенность написал, все, и уехал. Вы, значит, через два месяца звоните. Алло, Алексей Павлович. Отличная новость. Он говорит, да, новость отличная, мне уже пришло на карту там 800 тысяч, да? Все правильно, совершенно верно. Он говорит, я все понял, все, приедем документы завершающие, да, подпишем какие-то и все, да? Да, да. Ну, это просто, это просто классно. Честно скажу, что ты не тратишь, во-первых, свои нервы. Да. Не тратишь время. Как жил раньше, как привык, да, там, распределять свое время, так и продолжаешь. Ну, правда, это не касается тех клиентов, которые хотят посудиться. Не важно скилл. Ну, не, я понимаю. Те говорят, зачем доверенность? Зачем? Они сами ходят в процессы вместе с нами. Вместе с вами. И активно участвуют. На все процессы, да, и активно участвуют. Ну, да. Интересно, интересно это делать. Интересно. А вот, например, у меня был такой случай. С меня, значит, я заплатил, ну, там, какие-то дорожные налоги, что-то еще. Угу. Ну, заплатил, за квартиру заплатил. А, вот, квитанция, которую через телефон платишь, по штрих-коду или как оно там называется. Да, да, да. А они, значит, мне присылают, что я не платил. И с меня еще деньги снимают с карточки. И ты, естественно, начинаешь искать эту квитанцию, оплату. Да, ты ее не находишь. Угу. И что в этом случае делать? Ничего. Ну, оплачивали с карты. Если с карты, то легко взять в банке выписку. Брал. Они мне звонили, говорят, мы можем найти. А она у меня есть, как бы. Ну, в истории высвечивается. Вообще, зачем это не залить? Нет. В общем, этим вы тоже занимаетесь. Если истории есть, то это можно восстановить ваше право в данном случае, да. Ну, поговорим за кулисами. Да. Так. А, сырники уже готовятся. Сырники уже у нас готовятся. Сырники у нас будут под сладким сливочным кремом. Он делается каким образом? Взбиваются у нас сливки и сгущенное молоко. Никакой муки. Абсолютно. Абсолютно никакой муки. Зачем нам лишние калории? Я с вами был согласен полностью. Так, это можно куда-то уже убрать, да? Это нам не нужно. Сделаем сливочный соус. А, 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 а. Я так понимаю, что я уже грибы сюда, да, вот здесь мы салат, да, будем делать? Да. Ждем, ждем, ждем. Теперь вы можете жарить сырники. Так, что для этого я должен сделать? Ничего, смотреть, как будет поджариваться, переворачивать, совершенно верно. Вот это для этого подходит такая штука именно? Подходит. Подходит. Хорошо. А как понять, что они с обратной стороны поджариваются? Еще рано. А, все, спасибо. Если что говорите. Вот, по поводу, значит, юридической помощи. Абсолютно любой гражданин может прийти. А консультации по телефону вы проводите? Проводим. Если возможно провести без просмотра документов, ну, к сожалению, сейчас так невозможно. Потому что, да, человек думает одно, а когда приходит с документами, мы начинаем смотреть, и там совершенно другое. Совершенно другое. Ну, а давайте номер телефона еще раз нам, чтобы все знали. 902 096 0026. Либо короткий номер, у нас есть такой 50 06 81. Звоним, не стесняемся, возвращаем. Да, можно зайти к нам на сайт. Вот, давайте сайт. Юрдефисцпп.ру Юрдефисцпп.ру Пожалуйста, заходите, и там, кстати, все услуги наверняка. Там все услуги, да, описаны. Все услуги описаны. И адрес, и контакты. А в каком году образовалась ваша компания? В 11-м году. В 11-м году, да. Ну, юрист по образованию, естественно, да. Да, конечно. И сколько человек у вас в вашей большой? Десять. Десять специалистов. Ну, на самом деле, приезжают клиенты к нам и из области, и из других регионов даже у нас есть, там клиенты обращаются. Которые узнали от нас, от своих знакомых в Волгограде. Ну да, да, что вы очень хорошо, качественно работаете. Да. Так, ну что, начинаем, для салата у нас все готово, начинаем выкладывать салат, он же идет слоями у нас. Да. Так, берем салатник. Как грибы. Хорошие. Идеально. Да. Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, значит, у нас сначала мы выкладываем куриную грудку. А майонез? Есть майонез, да? Да, есть, есть майонез, есть. Угу. Так, выкладываем слой куриной грудки. Угу. Как часто готовите? А, к сожалению, с моей роботом очень редко получается. Я понимаю, ночные звонки. Но вообще готовить люблю. Могут ночью позвонить. Ну, такой салат часто готовите? Сырники утром, да? Сырники, да. Сырники готовлю, потому что, в принципе, недолго готовить. Они полезные очень. Полезные, да? Конечно, творог, кальций. Ну да. Мне кажется, что сырники действительно очень вкусные. Еще и вкусные. Очень вкусные. Так, ложечку мне еще дадите для грибов? Большую, маленькую. Подойдет такая? Угу. Ложка для грибов, пожалуйста. Да. Так, мы выложили слой курицы, смазали его майонезом. Дальше мы выкладываем яйца. Слой яиц. Угу. Яйца нужно именно рубить ножом. Ну, по крайней мере, так написано в рецепте. Без специально... Не мельчить, да. А, не мельчить, так. Не мельчить. Так, вот. Еще одну ложечку. Еще одну? Большую? Ну, желательно. А есть, есть, ложки есть, большие, разные. Угу. Пожалуйста. Так, теперь у нас идет слой грибов. Пока мы у нас слои располагаем уже, да, в пиалке в огромной, да? Это называется салатник. Салатник, да. Пока мы эти все слои располагаем в салатнике, мы уйдем на рекламу. На небольшую. На небольшую. Действительно маленькую рекламу, и после которой мы расскажем, ну, в таком случае нужно обязательно молиться перед едой. Поехали. 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 Молиться перед едой нужно в том случае, если ваша жена плохо готовит. Мы продолжаем. Мы продолжаем готовить хорошо и вкусно. И в гостях у нас по-прежнему Елена Сухович. Лена, сырники я приготовлю. Да, их теперь только нужно аккуратненько выложить на красивое блюдо. Все, мы все сделаем. А салат готов? Салат слоями мы тоже выложили. Вот. И, ну, естественно, его нужно чем-то красиво украсть. Напомним всем про салат, да. Да. Что там, какой состав? Салат сказка. Выкладывается слоями. Первый слой у нас идет вареная куриная грудка, потом майонез, потом яйца, жареные шампиньоны, опять майонез и сыр. И так два раза. И так два раза. Завершается все сыром, да. Ну, и для украшения вот можно взять зелень. Это готово. Украсить. АПЛОДИСМЕНТЫ Сказка. Буквально через несколько секунд будет тоже готово. А сырники мы поливаем. Они тоже готовы у нас. Румяные и красивые получились. Поливаем их соусом. Фирменным этим секретным. Сливочным, да. Сливочным сладким соусом. Из сливок можно брать нежирную сметану. И угощенного молока. Вот. Либо можно смешивать сливки с киммибуджемом или вареньем. Ну, это уже на усмотрение, да. Вот такие у нас получились сырники красивые. Я буду пробовать. И капля муки. Можно, да. Я сюда поближе, потому что пробовать это моя кара. Дегустировать. Мне нужно, да, дегустировать. Мне нужно что? Ложку. Вот есть очень большая. Билка есть и ложка есть. Все есть. Все есть. Итак, от Елены. Пробуем что сначала? Салат. Можно ли вам? Молиться будете? Нет. Я видел, как вы готовите, поэтому молиться точно не буду. Можно, да, салат? Да, конечно. Итак, пробуем салат. Сказка. Ммм. 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 Обычно, когда мы здесь готовим, для телезрителей расскажем, мы едим. Угу. Но это я никому не Адам не поделюсь, беру с собой домой. И теперь уже сырник, да. Давайте сырник даже попробуем. Ни капли муки. Ни капли муки. Я хотел ложкой наколоть почему-то. Я не знаю, зачем я это делал. Вилка хотя есть. Итак, ни капли муки. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажу только одно. Ребята, вы останетесь без ужина. Все, это я заберу с собой. Мы с Еленой приготовили салат-сказка, сырники без единого грамма муки. Потихоньку наша программа подходит к концу. Ну и конечно же в конце, по традиции, давайте что-то, Лена, пожелаем всем нашим телезрителям. Ну, телезрителям, дорогим нашим Волгоградским, нашим любимым клиентам, я бы хотела пожелать обращаться к нам как можно более реже. А вы что? А если ты захочешь вернуть страховку? Ну, вернуть страховку всегда рада. Но более реже, да? Деньги-то вам не помешают. Накопи страховок, приди один раз, да, и получи свои... Лучше не копить, лучше сразу. Лучше сразу. Нам было очень приятно, что вы пришли к нам в студию. Пожалуйста, ходим. Взаимно приглашайте. Обязательно. Еще второй, третий раз, пожалуйста, приходите. Мы будем очень рады. Это была программа «Любимый дом» о здоровой, вкусной еде, о классных, интересных людях. Надеюсь, вы в этом убедились. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok